Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли. Прекрасная песня и совсем удручающая картина. А ее проживающие на улице Яблочной наблюдают с регулярной периодичностью. Вот сейчас шли дожди, здесь невозможно было выйти с детьми из ворот. Невозможно, грязь постоянная. Камни летят через забор летом, особенно летом. Там дети гуляют маленькие. Несколько лет назад дорогу здесь ремонтировали. Однако ямы напротив дома номер 5 и двух соседних появились вновь. Причем растут они с геометрической прогрессией, жалуются местные. Когда-то здесь был ров отводящей воды, но теперь вода не уходит, а стоит на дороге. Вот как это выглядит во время сильных дождей. Едут машины, дорога разбилась полностью. И нас затапливает. Вот видите, в каком состоянии забор. Потому что машины идут, камни летят, и все на забор. И при дожде большом вода поступает во двор. Так же, как и у соседей. И у нас затапливает, и вода поступает во двор. Ямы уже сейчас действительно огромные. Постоянно проезжающий здесь транспорт делает их все больше. Можно легко предположить, какие они станут к весне. Все прелести такого соседства с огромными лужами жители испытывают на себе после каждого большого дождя или большой оттепели. Заливаются дорожки, заливаются дворы. Да что греха таить, даже гаражи оказываются во власти водной стихии. А теперь расскажем о причине такого большого транспортного потока здесь. В начале улицы Яблочной расположена газовая заправочная станция. Такая большая в городе одна. А посему заправляются здесь все перевозчики, чьи автобусы питаются голубым топливом. Из-за низких тарифов на проезд многие перевозчики перешли на более дешевое топливо, как метан. Но заправка в городе всего одна. Ну и каждый день порядка 300 единиц общественного транспорта проезжает по этой улице. С 2017 года жители обращаются во все инстанции. Включим в программу, в подпрограмму, сделаем, разберемся. Стандартный ответ и без последствий. Все, чего они добились, это машина-щебня, которым засыпали ямы. Но хватило этого ненадолго. И вот самый свежий ответ главного коммунальщика города. Я сегодня, после того, как до меня дошла информация, что находится дорога в очень плохом состоянии, я отправил туда своих сотрудников, которые обследовали эту дорогу и доложили мне, что да, действительно, там существуют проблемы. Я принял решение, что в течение этой недели гранулятом мы заделаем данные ямы, которые существуют на дороге. Тем самым мы создадим более-менее нормальные условия для жителей данного района. Странно, что до Евгения Гришина информация о проблемах на улице Яблочной дошла только сегодня. Ведь жителям улицы еще в мае было направлено письмо за его подписью. И вот, что там было сказано. С выездом на место 21.05.2019 сотрудниками администрации города Орла проведено обследование проезжей части дороги и системы водоотведения дождевых эталлов вод по улице Яблочная. По результатам обследования принято решение поручить баланса содержателю улично-дорожной сети УКХ города Орла в рамках содержания улично-дорожной сети в срочном порядке выполнить работы по ямочному ремонту в районе домов номер 5, номер 7 по улице Яблочная. Как говорится, поживем-увидим. А пока... Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли. Олег Рудаков, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.